Наталья Корниенко, потомственный медик, по примеру матери, решила стать медсестрой, а затем получила профессию врача, выбрала педиатрию. Общение с детьми мне приносит позитив в моей работе. Я как бы детей очень люблю, и я получаю удовольствие при общении с детьми. А когда еще они у меня выздоравливают, это еще, как говорится, вдвойне большой плюс. Ну и радость какая-то от того, что я пользу приношу детям. Маленькие пациенты, их родители также ценят доктора и стараются попасть на прием именно к ней. Очень хорошая, мы только к ней и ходим. Их хорошо осматривает, рекомендации дает, помогает. Принять участие в конкурсе на соискание премии правительства Москвы в номинации «Подмосковный врач» Наталья решила по совету коллег. Само испытание проходило в Мониках и состояло из трех этапов. Тестирование, работа в симуляционном центре и ситуационные задачи. И Наталья справилась на отлично. Как и невролог в видновской взрослой поликлинике Сергей Шаров. В медицине он уже 28 лет, но в подобном конкурсе участвовал впервые. Больше всего врачу запомнился симуляционный центр. Как будто бы меня приглашают в процедурный кабинет. Пациенту стало плохо. Задача заключалась в том, чтобы я правильно должен был ответить на все этапы. То есть я должен был проговаривать, что я делаю. Я должен был сориентироваться. На все про все давалось там 10 минут. А вот медсестру терапевтического отделения Раису Малкину поучаствовать в областном медицинском конкурсе вдохновила дочь. Быстрее всех справилась с тестовой частью, с успехом преодолела и последние два этапа. В результате из 120 претендентов вышли в финал лишь 20. Среди них и наша героиня. Честно, я не ожидала, что я вообще пройду во второй этап. Но так как я увидела в списках свою фамилию, меня, наверное, это еще больше двигало, стимулировало. Плюс я должна была не упасть лицом в грязь перед своим ребенком, который меня туда, можно сказать, направил. Но я была в восторге, что я победила. Все медики признались, такие конкурсы не только позволяют проверить себя и свои знания, но и попробовать свои силы в нестандартных ситуациях и даже узнать что-то новое. Поэтому наши победители обещали в следующем году вновь вступить в борьбу за звание лучших из лучших.